Добрый день! Сегодня мы поговорим о возможности переехать без английского или немецкого, без опыта работы и даже без образования, в любом практическом возрасте от 18 лет, в Канаду, Австралию, Новую Зеландию или Германию в течение 2-3 месяцев и получить там статус резидента, а затем и гражданства. Это возможно за столь короткий срок по условиям Женевской конвенции 1951 года, приложением к ней и дополнением о защите людей, которые покинули родину и не могут вернуться из-за риска для их жизни и здоровья. Вернуться, собственно, будет можно после получения визы резидента. Иммиграционные службы этих стран хранят данные о вашем обращении к ним под гривом «Совершенно секретно». И все будет строго конфиденциально. Для страны, из которой вы выезжаете, вы будете только туристом или студентом по вашей визе. Стран значительно больше. На январь 2020 года в конвенцию участвуют 146 государств. Однако сегодня, в связи с политическими событиями, получить защиту наиболее реальной и безопасной в странах, которые мы назвали. В Финляндии и Норвегии, например, на первый взгляд, в самых доступных в географических территориях, россияне за время частичной мобилизации подали более 600 и 300 заявлений соответственно. Решение о предоставлении убежища там принимается в течение 6 месяцев. До этого решения никакой социальной поддержки не предоставляется. В Финляндии рассмотрены единицы. Норвегия же не рассматривает эти заявления на россиян вообще. В Южной Корее отказывают статусе беженца, не выпускают из транзитной зоны аэропорта, хормят один раз в день и можно поспать на полу. И, кстати, об очень популярном среди новичков варианте, Мексика, Тихуана, США, нам лучше вообще не говорить. Это не только в разы дороже, но и весьма опасно. Кроме того, здесь имеется ряд неприятных последствий. Никаких гарантий успеха. Послушайте рассказ женщины из Краснодарского края. Они с мужем и тремя детьми купили путевки в Мексику и нелегально перешли границу в США. Сейчас их депортируют. Также советом обращаться заблаговременно в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, разумеется, лучше не следовать. Это слишком долго, и результаты можно и не дождаться. Лучше всего, после грамотной подготовки, подаваться непосредственно в выбранной вами стране, приехав туда по любой легальной визе. И так об этих странах по порядку их популярности. Австралия Занимает отдельный континент. На незаселенной части можно разместить два Евросоюза. Население 26 миллионов веселых и добрых оптимистов, которые вскоре смогут стать вашими друзьями. Въезд по нашей программе начинается с визита виза. Сапкласс 600. Сбор 150 долларов Австралии. Или постюрить визу сапкласс 500. Сбор 650 долларов Австралии. Плюс стоимость четырехмесячных языковых или иных курсов. В зависимости от ваших данных и возможностей. Это оформляем мы. По приезду нужно подать подготовленные нами документы и заявление на получение защитной визы сапкласс 866 в Министерство внутренних дел Австралии. Или в онлайн-форме Here's in me account, что предпочтительнее. Также необходимо будет оплатить визовый сбор 40 австралийских долларов. Когда Австралия предоставит вам эту визу, вы и члены вашей семьи не должны въезжать в страну, от которой вам предоставили защиту, если вам не утвердят этот въезд в писанной форме до вашей поездки. За нарушение ваша виза может быть аннулирована. Потерпите и лучше дождитесь разрешения. Вы получите 1118 долларов в месяц. Их выплачивает полгода или более, если вы не начнете работать. Как только вы официально тут устроитесь, пособия выдавать прекратят. Вы получите бесплатно временное жилье и питание, доступ к медицинскому обслуживанию медикэ, доступ к образованию для детей школьного возраста, языковые курсы на 6 или более месяцев, разрешение на работу, регистрация учреждений федерального и регионального значения, доступ к службам поддержки, которые помогают в уходе за детьми, людям с ограниченными возможностями, в письменном и устном переводе, в консультациях по всем вопросам для новичков, в участии в социальных интернет-группах с австралийцами и давними иммигрантами, семейная налоговая льгота, доплата для семи с одним кормильцем, пособия по уходу за ребенком, бонус для школьников, график детских стоматологических льгот, помощь в оплате услуг по уходу за детьми, их образованию и дополнительном развитии. По решению Департамента иммиграции Australian Passport Office через 4 года вывез вам паспорт австралийца. После оплаты госпошлины 365 долларов Австралии. Канада Вторая по размеру территория после России, богатейшие природные ресурсы и 38,5 миллионов жителей, любителей канадского сиропа, о которых все говорят, что они лучшие в мире друзья и мужья. Выезд по визите визы Сбор 100 канадских долларов плюс 85 канадских долларов за биометрию или по стилент виза Визовый сбор 150 канадских долларов плюс 85 за ту же биометрию. Это оформляем мы. Прошение о защитной визе с подготовленными нами документами нужно подать сначала в режиме онлайн через веб-сайт и затем на личном интервью в офисе Департамента иммиграции Refugees and Citizenship Canada после чего вам предоставят Временное жилье и питание Психологическую поддержку Медицинское страхование Устройство детей в детский сад или школу Языковые курсы Курс подписателей Проживания в Канаде Регистрация учреждений федерального и регионального значения Разрешение на работу Доступ к службам поддержки, которая помогает в уходе за детьми, людям с ограниченными возможностями, в письменном и устном переводе, в консультации к вопросам для новичков, участия в социальной интернет-группе с канадцами и давними иммигрантами 18 социальных пособий как единовременных, так и ежемесячных, включая, как вы видите, и рождение ребенка, и расходы на похороны. Например, посмотрите, разовая пособия на мебель, ее доставку при заселении, также разовая расхода на занавески на ваши окна и так далее. Смотрите остальное на ваших мониторах, что не найдете в комментариях ниже. Ежемесячные выплаты могут быть от 837 до 1500 канадских долларов в зависимости от провинции и состава семьи. Их выплачивают на протяжении всего срока рассмотрения заявки. Чтобы получить эти выплаты, необходимо учить английский и французский язык и активно искать работу. Как только вы официально трудоустраиваетесь, пособия выдавать прекращают. Департамент иммиграции передает вас Советы по делам иммиграции и беженцев Канады Immigration and Refugee Board of Canada. Вы получаете статус резидента Канады и через три года паспорт. Соединенные Штаты Америки Население в прошлом году увеличилось на 1 миллион 200 тысяч человек. И сейчас это 337 с половиной миллионов. Самая мощная экономика мира. Россия на 11 месте. Вы знаете, что такое Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google. И где они? Ну и в Америке телефонный код плюс один. Въезд по нашей программе по визе B1, B2. Виза в СБО 160 долларов. Это оформляем мы и также проводим все тренинги по заполнению формы I-589. Это заявление о предоставлении убежища и приостановлении высадки. До выезда мы готовимся документы и вас к собеседованию и комментариям по сопровождающим документам в асайлом офис в выбранном штате и городе. Готовим маршрут въезда в США. Готовим все сопутствующие документы в посольство. Хорошая, кстати, новость. Посольство США в Москве с главой американской депмиссии Линд Джейси начало работать над возобновлением выдачи виз. То есть все в России и все на месте. И уже в США предоставление жилья, консультации по получению статуса беженца, разрешение на работу, поиск работы. Пока ваше заявление рассматривается, вы будете получать деньги на карманные расходы и бесплатное медицинское обслуживание. После года пребывания в статусе беженца можно изменить статус на постоянного жителя и получить green card. Через 4 года после получения green card можно получить гражданство в США. Германия Сказочные замки Шварцвальд, Октоберфест и Берлин Население 84 миллиона и на 2% больше женщин. Развитая промышленность и немецкая педантичность. Езжаем по шенгенской визе. Это оформляется нами. Визовый сбор 80 евро. Заявление на статус беженца можно подать в пограничном управлении в полицейском участке, в бюро регистрации иностранцев или в центре первоначального размещения беженцев. Вам предоставят жилье это общежитие или квартира, еду и напитки, одежду и обувь, туалетные принадлежности и предмет домашнего обихода, карманные деньги на расходы и сим-карту, транспорт и т.д. Разрешение на работу и саму работу. Процедура предоставления убежища обычно включает в ослушание Федерального ведомства по делам миграции беженцев БАФ Процесс рассмотрения заявления занимает несколько месяцев. После предоставления статуса беженца вы получаете вид на жительство на три года. После этого можете получить статус резидента и через 4-5 лет оплатить 255 евро и наконец получить их дойче пасс он велькомен в Дончь-Ланд Бутен Морген Я Константин Крылов счастливый переселенец из России Хочу сказать спасибо Евгению В Германии конечно же не все спокойно народ здесь политически активен ну по крайней мере в наших кругах но Фрайбург сам по себе город небольшой и конфликтовать здесь не принято полиция приезжает быстро в целом ни у меня ни у моих знакомых каких-либо проблем в связи с последними событиями нет всем удачи Новая Зеландия родина Хоббита и Властелина Колец население 5 миллионов человек и самое честное правительство в мире трудно представить но это маленькая и очень далекая страна импортировала нам в Россию молоко яйца сыр масло мед и даже рыбу и там самая запутанная иммиграционная система с которой мы однако научились справляться въезд по визите виза сбор 246 долларов в Новой Зеландии или студент виза сбор 735 долларов в Новой Зеландии плюс стоимость языковых или иных курсов это все оформляем мы заполненную форму подтверждения заявления о статусе беженца с подготовленными нами документами нужно подать лично в офис отдела по статусу беженцев в иммиграционной службе Новой Зеландии также вы сможете сообщить о намерении получить статус беженца в аэропорту прибытия например сотруднику таможни или сотруднику полиции в городе но учтите что с момента сообщения о намерении подать заявление считается что вы его уже подали тогда заполненную форму приготовленными нами документами нужно будет принести лично в течение 20 дней после подачи заявления вы получите право на работу бесплатное медобслуживание устройство детей в детский сад или школу социальное жилье вроде этого или этого финансовую поддержку от 1000 долларов в Новой Зеландии в месяц курс английского языка поддержку переводчиков по телефону составил 80 языков перевод документов в 70 языков решение по заявлению с нашими документами поддержкой будет принято в срок от 3 до 5 месяцев сразу после этого можно подавать заявление на получение Resident Visa которое позволит проживать в Новой Зеландии неограниченное время однако для въезда и выезда из Новой Зеландии придется получать отдельное разрешение через 2 года вы получите permanent resident visa которая позволит въезжать и выезжать без ограничений и через 5 лет в сатусе резидента можно получить гражданство океа ора я Татьяна живу в гамильтоне это вайкатто про последние события тут вообще никто не в курсе мне кажется только я знаю смотрела по ван юс а так новости вообще никто не смотрит то что я русская это мне даже плюс вызываю больше интереса русские женщины здесь просто на расхват Мы закончили описание программ по конвенции Спасибо, что вы были с нами И теперь давайте договоримся о главном Получить первую временную визу для въезда в эти страны несложно С нашим опытом, связями и дополнительными действиями Которые практически это гарантируют Защитную же визу там и статус резидента Можно получить только при тщательной и грамотной подготовке ваших документов и вас до выезда И еще, мы ждем от вас правдивый рассказ о ваших обстоятельствах Настоящие документы Мы в любом случае будем на вашей стороне И ждем от вас честного сотрудничества Это возможно, и это у всех будет вызывать только уважение Стоимость наших услуг смотрите в комментариях Это в несколько раз ниже, чем то, что вы получите по приезду в виде пособий И кроме этого, у вас будет другая жизнь И она будет лучше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok